Друзья, всем автоматический привет! Я снова рад вас видеть на канале для взрослых и адекватных людей. И мы продолжаем серию видео про классические гидротрансформаторные автоматические коробки передач. И сегодня поговорим о том, почему же чернеет масло в АКПП, ведь в отличие от двигателя процессов горения в ней нет. Почему иногда появляется запах горелого масла и почему замена масла может неожиданно убить вашу коробку? Интересно? Погнали! Как правило, если коробка автомат находится в исправном состоянии, работает в оптимальных эксплуатационных и температурных режимах, в ней вовремя меняется жидкость, то каких-либо проблем она вам не доставит очень и очень долго, и это несмотря на всю свою сложность, потому что это очень надежный агрегат. Но современный ритм жизни и общее снижение технической грамотности, которые прививают нам общим посылом, мол, друзья, не нужно заморачиваться, как производители, так и маркетологи, приводит нас к тому, что даже на относительно новых и свежих автомобилях можно наблюдать такую ситуацию, когда АКПП начинает переключать передачи грубовато, не так плавно, как раньше. А при определенных режимах движения появляется специфический запах жженого масла. При этом масло в коробке, как правило, сильно чернеет. И бывалые вам тут же подскажут, дружище, у тебя масло подгорело. Но как же может гореть масло в коробке, где процессов горения нет? Запах горелого масло приобретает от сгорания фрикционных накладок. То есть в автоматах горит и воняет вовсе не масло, а фрикционные накладки. Современные накладки выдерживают работу при температуре 120-130 градусов, в то время как традиционные фрикционные накладки на целлюлозной основе начинают обугливаться гораздо раньше. Обусловлено это разным конструктивом коробок передач. Современные сложные коробки в попытках поднять их КПД, как правило, более горячие. Кстати, даже кратковременный нагрев до 300 градусов во время касания фрикционом соседней стали может быть для него безопасен. Это как на мгновение коснуться мокрым пальцем горячего утюга. Масло успевает охладить поверхности. Средняя температура фрикционов в исправном авто держится в диапазоне 80-120 градусов. Это рабочая температура масла. И что важно, при рабочей температуре, не превышающей 90 градусов, все современные фрикционы будут работать практически вечно. Друзья, я надеюсь, вы зафиксировали этот момент, что следить нужно не только за температурой и качеством масла в двигателе, но и АКПП. Ну а чего тогда перегреваются фрикционы? А перегреваются они от недостатка давления масла. Фрикционы сцеплений недостаточно сильно сжимаются гидравликой между собой и происходит их проскальзывание. Коробка буксует и от этого трения фрикционы начинают очень сильно греться. Так же как ожог пальца случается при длительном касании утюга, так и обугливание бумаги фрикциона начинается при воздействии температуры выше 130 градусов. Это предельная их температура. Если температура фрикциона продолжает расти, то целлюлоза перестает впитывать масло и охлаждение поверхности маслом уже не происходит. Клеевой слой превращается в хрупкую смолу и накладка уже очень плохо держится на метале диска. Куски обгорелой накладки начинают крошиться, отслаиваться и улетать с потоком масла в свободное плавание по системе. А нагрев поверхности трения достигает уже температуры вспышки масла, что приводит к его перегреву и необратимым изменениям в структуре самого масла. Далее клей и бумажная пыль с фрикционных дисков превращает масло в густую абразивную взвесь с мелкими и крупными частицами, которые как тромбы забивают каналы и плунжеры гидроблока, что ведет к недостатку масла и некорректному работу узла в целом. Как пескоструй, этот горячий поток под большим давлением насоса вышлифовывает все узкие места алюминия гидроплиты истончая стенки в местах, где клапана открывают и закрывают каналы. Образуются многочисленные фонтанчики протечек. Гидроблок после такого износа практически не восстанавливается и подлежит только замене. Запах горелого масла это важнейший симптом перегрева фрикционов и масла, при перегреве, которая теряет свои свойства. Обугливание фрикционов приводит к такому же эффекту, как проявляет себя съеденное сцепление на механике. Машина вроде тянет, но при повышении оборотов двигателя скорость машины не увеличивается, а обороты растут. Сначала это незаметно, потом малозаметно, а потом становится заметно все сильнее. И вся эта история начинает очень быстро приближаться, если эксплуатировать АКПП со старым горелым маслом, либо недостаточным его давлением. Кстати, замена масла после его перегрева это обязательная процедура, но никто этого почему-то не делает. Причины перегрева как фрикционов, так и масла в целом просты и банальны, и каждый из вас может с ними столкнуться. Например, загрязняется основной радиатор охлаждения двигателя и радиатор АКПП. Со временем они забиваются пухом, грязью, насекомыми, поэтому очень важно чистить либо промывать их. Этого же вообще никто никогда не делает. Во многих моделях контур охлаждения АКПП встроен в радиатор двигателя. С учетом того, что в основном теплообменник и антифриз может нагреваться свыше 100 градусов, то радиатор автомата не может охлаждать АТФ до требуемой рабочей температуры. А если он грязный, то и подавно не сможет. Вы уже вспомнили, когда вы последний раз чистили радиаторы и меняли охлаждающую жидкость и жидкость ВКПП? Скоро лето, самое время вспомнить. Чистить теплообменники снаружи рекомендуется не реже одного раза в год. Обычно сначала грязь убирают щетками, потом смывают водой. Главное не повредить соты под высоким давлением. А если вы давно этого не делали и поменяете жидкость в коробке передач, то заметите, как ей станет ощутимо легче и коробка начнет работать ощутимо плавнее и мягче. Также перегретье КПП свыше 110-120 градусов вы можете легко при буксировке автомобиля либо прицепа, потому что это очень серьезная нагрузка на коробку и вследствие чего при определенных условиях также может идти серьезный перегрев и повышенный износ коробки. Ну и конечно же пробуксовка. Когда вы застряли, буксуете на одном месте. Долго. Радиаторы не обдуваются. Коробка тоже не обдувается потоком воздуха. Обороты, как правило, высокие. Идет капитальный разогрев коробки передач, причем очень быстрый. Поэтому, друзья, если вы застряли на автомате, не нужно его дергать. Берите лопату и откапывайтесь. Либо доставайте тросы и ищите, кто вас будет вытягивать. Потому что уже через несколько минут буксования и не обязательно задирать обороты до предела. Нет, можно даже потихонечку побуксовав, вы ощутите тот самый запах якобы жженого масла. То есть у вас начнут гореть фрикционы. Поэтому берегите коробку и не нужно этого делать. И если вы таскаете прицеп, либо часто кого-то буксируете на КПП, неважно, дрифт, тофт роуд, или просто у вас сложные дорожные условия, вы любите, может быть, погонять, то вам сам бог велел увеличить контур охлаждения коробки передач. Установка дополнительного радиатора на АКПП поможет избежать быстрого повышения рабочей температуры и очень сильно продлевает жизнь автомату в нагруженных условиях. Также не лишним будет установить датчик температуры масла в АКПП, либо можно отслеживать температуру через Bluetooth-адаптер на телефоне у тех коробок, которые это поддерживают. Температура 100-110 градусов для обычных фрикционов. Это уже пограничная температура, когда они начинают подгорать. До 130 градусов держат современные. В любом случае 100-120 градусов я бы рекомендовал уже дать коробке остыть, если у вас возникнут такие условия. Я, кстати, над этим вопросом всерьез задумался, потому что хочу погонять эту Мазду свою ресурсным тестом побольше. Если вы подолгу стоите в пробках, особенно летом, то вам тоже крайне будет полезно знать температуру масла в АКПП, потому что снизу у вас все закрыто защитой. Контур охлаждения коробки подключен к радиатору двигателя, там уже жара свыше 100 градусов температура антифриза, она не может масло охлаждать. И не забывайте не только вовремя менять жидкость, но и выбирать качественный продукт на синтетической основе, который будет более термостабилен в этих сложных условиях. Потому что, конечно, большинство жидкостей, в том числе оригинальные, выполнены на гидрокрекинговой основе и рассчитаны на период гарантии, по факту. И если ваш автомобиль живет в городе, то есть эксплуатируется в городских условиях, пробках, заторах, тогда о замене масла в АКПП стоит задуматься через каждые 35-40 тысяч километров. Кстати, производители коробок именно такой интервал и рекомендуют. Потому что эта цифра обусловлена более высокой температурой коробки и частыми переключениями передач в пробках. Первая, вторая, первая, вторая, первая, вторая. Фрикционы постоянно в работе, передачи щелкаются, снизу все закрыто защитой, обдува нет. Ну, вы поняли. А вот если вы преимущественно ездите по трассе, то коробке приходится заметно проще. И передачи реже переключаются, и воздухом все обдувается, и тогда замена масла требуется примерно каждые 60 тысяч километров. Но для многих это будет неприемлемо. Ну, как же так? В книжке написали, масло рассчитано на весь срок службы автомобиля в коробке. Парни, вопросов нет. Свои 150 тысяч километров коробка отходит на заводском масле без замены, это уже проверено. Но в ней будут запущены уже необратимые процессы разрушения. И за этот пробег масло насытится шлаками, металлической стружкой, потеряет все свои свойства, забьет гидроблок и узел перестанет работать в нормальном режиме. Парни, мне очень часто задают один простой вопрос. Мол, Артем, купил автомобиль на вторичке, вроде как был один хозяин, все прозрачно, все хорошо. Я решил поменять масло, и через 2-3 дня, максимум неделю, коробка просто встала, упала в аварийный режим. Почему так? Может быть, я залил неоригинальное масло, что произошло? Ну, почему так? Парни, неоригинальное масло здесь, как правило, не при чем. Про неоригинальные масла в коробку мы снимали вот здесь, посмотрите. Происходит это по одной простой причине. Изношенное и горелое масло, это уже не столько жидкость, сколько густая взвесь фрикционной пыли и продуктов распадов масла. Именно благодаря этой густой фрикционной суспензии остатки лысых, изношенных, поджаренных фрикционах хоть как-то цепляются друг за друга и тянут автомобиль. Как только вы, либо новый владелец такого авто заменяет вот эту густую грязную жижу чистым текучим маслом, фрикционы перестают цепляться за стальные диски и начинают просто проскальзывать. У кого-то это проявляется в большей степени, у кого-то в меньшую, у кого-то коробка сразу в аварийный режим падает. И наконец самое неприятное. Жидкое масло с своими моющими свойствами начинает отслаивать оставшиеся полуживые фрикционные накладки, которые хоть как-то держались на фрикционах. Начинает вымывать еще не до конца слежавшуюся грязь из многочисленных тихих уголков радиатора либо теплообменника. И гонит всю эту звесь с каналы гидроблока и наглухо забивает все там, включая соленоиды и плунжеры клапанов. Отсюда идут слухи, мол заменил масло, убил коробку или залил неоригинал, коробка поломалась. Парни, на самом деле все было гораздо проще и печально. Предыдущий владелец просто положил болт на масло, оно перегрелось, состарилось. А разгребать всю эту песню теперь конечно же не ему, это вот из той серии. Я на ней всю жизнь ездить не буду. 150, коробка отходит на заводском масле, это проверено. Только вот мы видели коробку, на которой меняли масло на 170 тысячах. Она не легла, слава богу, но она стала здорово пинаться, потому что каналы гидроблока забились не до конца, но прям рывки стали ощутимы. И вот что теперь делать в таких случаях? Ну, берегите себя, берегите своих близких, меняйте масло в коробке передач, парни все-таки. Потому что кто-то у вас потом купит этот автомобиль и для него он не может позволить себе новым, и для него ваш автомобиль будет новым. И вот с таким отношением, а потом мудохаться не мне, ну как-то это по-свински что ли. Ну хотя в современном мире, наверное, это сейчас нормально, выжать из автомобиля все, побыть его наездником, потом скинуть на вторичку, и пусть с ним мучаются другие люди, которые покупают этот автомобиль и, конечно же, не провели никаких диагностик, не посмотрели, менялось там масло либо нет. Ну, вроде как люди сами в этом виноваты, ну вот такое вот гадское современное общество. В общем, берегите автомобили, любите близких и берегите их. Увидимся. До новых встреч.